Да, приступили к работе. Монтаж работы выполнен на 100%. Сейчас монтаж системы окопления. Примеряем, начинаем. В конце недели, вверху, пожар сигнализации, инженеры. Порядка 20 человек работает здесь. Порядка 5 человек в цехах. У нас козельки здесь, даже здесь появятся. Как транспорт из руки, начинаем ловиться. В принципе, это все. Да, сдачка, которую мы поставили, будет выполнена. Сейчас печерлок. Первым делом задача нужно отрегулировать. Как-то назову. Потом туда занесем мебель, потому что параллельно, ребята, у нас начинают ее собирать. Деньги, дочь. Мы за мебель эту мы не нашли в помещении? Мы завтра перевозим эту мебель. Десят час от номер 13. Ну, правильно. Другое учреждение, чтобы у нас не было потом. А завтра мы уже подавали в организацию. Однозначно, мы завтра все это уже перевозим. Посмотрите, у меня основное, сейчас, чтобы вы все-таки еще раз повторно собрали собрания, родители и довели, что переносит учебный процесс, другие школы. Еще повторно, если нужно, мое присутствие так же, да, чтобы самое главное, трансформированные были люди. Чтобы не было у нас сформировано напряжение. Это первое. И мы уже разговаривали с подрядной организацией по поводу цветовых решений, которые там могут составить дизайн-проект, и вот то же самое согласовать с родительским комитетом. Обязательно. Школа в таком состоянии сама по себе нам досталась прямой задачи стоять, выполнять все прекрасно понимаем, что разрывать учебный процесс пришлось здесь по объективным причинам нагонять в первую четверть, на вторую четверть уже постараемся выполнить задачу, поставить... Хорошо, материалы все заказаны, все заказаны? Материалы все выведены на часть на улице, в помещении, хранить полностью оплачен на заказ, дойдет по мере поступления задач, заносится в школу и на церковь. Есть риски, СМИ задают, что у вас там на ЦКР сначала вы тоже вышли, а потом было увеличение контракта. Здесь такого не получится? Нет, есть... То есть вы в какой-то момент скажете завтра детям в школу, в назначенное это время, говорят, мы не можем, потому что у нас... А вы в суд пойдете доплачивать. Да, 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 мы не можем, потому что у нас там не хватает денег. Нет, то есть вы параллель будем на ЦКР, вы раздите все-таки делать... Там тоже были сметы, экспертизы, чего говорили... Да, там была часть работ, которую не учтите, там был проект повторного применения и часть объемов работ, их и Николай Васильевич озвучил в своих репортажах, что просто стены не было одной несущей, ограждающей или еще что-то. Естественно, эти сметы проходили, да, смеченные через суд, и в принципе эти объемы были оплачены, без каких-то все законных оснований. Ну или тогда бы ЦКР у нас без стены было, или еще без чего-то там допустим. Потому что вы здесь все посмотрели, здесь все просмотрели, здесь все просмотрели, хорошо вы проходите. Да, да. Здесь, ну, цеплят-то очень не считается, согласен, да. Ну, вы можете разговаривать с нашей предыдущей работой. Я думаю, что вы в Миндене, когда вы уже слышите. 18-го года, они все на сайте, вы можете посмотреть наши предыдущие работы, и не только в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге. Начиная с канализационной, отопительной, системы вентиляции, электрика, замена АПС, автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, мы в ближайшее время будем проводить закупку на антитеррористические мероприятия. То есть это система оповещения, система видеонаблюдения, проходной режим, то есть система допуска граждан. Фасад планируется тоже полностью ремонт и установка наружного фасада с металлокерамической плитки, с уцеплением. Дети будут разделены на две школы, будут обучаться с учетом требований санитарных норм и правил. То есть вся начальная школа и старшие дети, это 10-11 класс, будут обучаться в 11 школе. Из них первые классы и 10-11 будут учиться в первую смену, остальные дети во вторую смену. Все остальные дети с 5-го по 9-й, это основное звено, они будут обучаться в 18-й школе. 5-й и 9-й классы в первую смену, 6-й, 7-й и 8-й во вторую смену. Сейчас мы готовим договор на реализацию сетевой образовательной программы, в рамках которой все ресурсы этих высшеназных школ как раз будут задействованы. Если там что-то не хватает, ну, например, мебели, не хватает какой-то техники, значит, мы будем драть из 13 школ и до 1 сентября уже частично в 11 школы завезли. На этой неделе планируем 18 школы завезти, чтобы можно было подготовить кабинеты для учебного процесса. Конечно, полностью класс вместе с учителями будут обучаться. Просто у них поменяется место обучения, скажем так. А учителя, предметники, дети, как учились они в одном классе, так они в одном классе и будут продолжать обучение. И до какого это неудобства? Ну, контракт муниципальный до 15 декабря. По контракту до 15 декабря, но с генподрядчиком разговаривали, обещали по возможности это все ускориться и постараться к окончанию первой четверти, то есть, условно, к 1 ноября завершить. Но это мы предполагаем, да, тут могут быть какие-то скрытые работы, которые могут затянуть вот этот наш ориентировочный срок. Но надеемся, что мы нашимся.